Сейчас я больше перехожу на холстайд, но все-таки первые мои ошибки были в Дотнете. В принципе, тема, которую мы сегодня обсудим, я думаю, найдет отклик во многих сердцах, особенно тех, кто проходили тяжелую дорогу от джуниора и выше. И прежде всего, в принципе, я думаю, как многие здесь, я начинал свою дорогу через эти академию. И, соответственно, первое, что я услышал, когда я в эти академии начинаю работать, это, в принципе, вот эта информация. И, в принципе, любое познание проекта, наверное, начинается проще всего с написания едини-теста для того, чтобы просто в них не только приложение работает. Когда это было на уровне рабочем, то есть какие-то были, или на учебном, скажем так, когда это какие-то были мелкие задачи, то, в принципе, написание компаратора для подобных объектов становится достаточно сложной и неподъемной. и, соответственно, выглядит, вот, даже там для элементарного объекта это вот что-то по типу такого. То есть, и это при том, что мы получаем просто информацию о том, совпадают ли наши объекты или нет. Actual expected, то есть в нашем едини-тесте. Вот. Если же этот объект какой-то становится какой-то более сложным, то это как бы усугубляется. Вот. При этом очень важно найти там, когда у нас не прошел едини-тест и понять, собственно, в чем же причина. Ну и тогда начинается, типа, веселуха. Вот. Что-то по типу такого. И, собственно, если это еще и происходит в цикле, например, или проверка коллекции, то, соответственно, это доставляет определенные эмоциональные проблемы. Вот. Ну, и как бы не спорю, что есть какие-то возможные ухищрения там или способы какой-то того обойти это. Но, в принципе, все сводится все равно к такому. Если говорить о каких-то там реальных проектов, то есть вот картинка, вытащенная из YouTube, то есть по поводу того, какая там архитектура класса есть. Ну, и это, думаю, более чем реально. И многие из вас встречали в своей практике с подобными вещами. И, соответственно, вот, написать едини-тесты и покрыть там полноценно вот такое приложение становится очень сложно. Ну, вот, как бы, как пример модификации предыдущего класса. Я, типа, показываю вот такой объект. И в нем, то есть я бы добавил всего лишь там три поля, вот, которые являются там, там, reference title. И, соответственно, мой компаратор даже сюда не влез. То есть я его не смог описать полноценно. Что же, собственно, как бы, нас там, прежде всего, там, сподвигает на обсуждение сегодняшней темы. То есть, сейчас я переключусь на код, мы, соответственно, посмотрим на какие-то более реальные объекты. вот. Вот. Я написал что-то очень близкое нам всем. Вот. Это класс кодер, который задерживает просто очень простые поля, какие-то там имя, фамилия, ящик, вот, и какие-то там данные о проекте и опыте. Соответственно, то есть написание такого объекта, вот, требует создание компаратора, как бы, очень непростого. То есть, компаратор, который сравнивает данный объект, выглядит где-то вот так вот. Вот. Ну, и по-прежнему, то есть, это все приводит просто к тому, что мы понимаем, что объекты у нас не совпадают, и наш линейтест не проходит. Для понимания причины, соответственно, надо будет пройтись по всем этим пунктам и сделать это. Помимо этого, это занимает колоссальное количество времени. То есть, в принципе, то есть код несложный, его там может писать кто угодно, но время и ресурсы, как правило, очень сильно ограничены, и это, ну, приводит к тому, что просто покрытие линейтестами страдает, а, соответственно, определенные метрики, там, при подаче отчетности. Сейчас, секундочку. Так. Компаратора. Чем больше объект, чем больше в нем референс-тайпов, тем, соответственно, это сложнее. Повторы кода. Если говорить о данном компараторе, то мы, в принципе, видим, что у нас одни и те же конструкции, в принципе, постоянно. И мы, по-хорошему, не можем избежать этого, по той причине, что нам нужно всегда где-нибудь остановить брейкпоинт и понять, какое поле пришло, почему оно не совпадает. Нам нужно, как бы, исходить из типизации, за счет того, что датнет строго типизированный язык мы не можем там просто отсидеть, как уже во скрипте перебирать поля и сказать, что равно не равно. И дальше, то есть, начинается, когда еще мы подключаем какие-то большие сложности, то у нас еще возникает такой способ, как же найти поле, которое не совпало, и возникает ухищрение по типу такого. То есть, мы пишем в дебат, если какое-то не совпало. Вот, кто пожестче, вот, и повеселее может поставить здесь выбрасывание эксепшена, что оно вылетало, соответственно, фейдило тест. Ну, так или иначе, ну, я к чему веду, что это, в принципе, все сводится к такому, сводится к такому точно емкому хардкоду. Вот. И это, в принципе, если говорить о простых объектах. Если мы глянем какой-то объект более сложный, типа такого, вот, где это сделать, здесь просто пару объектов, которые просто дают информацию. В целом, сам объект стал меньше, но компаратор от этого только становится больше. Плюс у нас добавляется такая неприятность, как, ну, чек. Вот. Мы должны, в принципе, для того, как мы проверим все провалимся внутри полей, мы должны всегда понимать, что у нас не будет null reference exception, и, соответственно, опять же повторяющийся код везде, где это возможно. Вот. Ну, в принципе, как бы это такие самые распространенные проблемы, возможно, то есть у кого-то есть какие-то там еще примеры. В принципе, я буду слушать для того, чтобы, по крайней мере, в будущем совершенствовать то, что мы сегодня будем показывать. Вот. Есть на текущий момент какие-то, не знаю, предложения, вопросы. Может, я слишком спешу, там тоже притормаживайте меня. Я понимаю, что нету. Хорошо. Идем дальше. Что же, собственно, как бы делать? Тут, в принципе, как бы необходимо сделать небольшое лирическое отступление. Вот. И о том рассказать, что такое компарисенчение, как оно появилось. В свое время там, даже так скажем по-другому, идейным вдохновителем и основным подачей идеи для написания был Сергей Диченко. Он тут у нас онлайн, можем громко поаплодировать. Вот. И он, как бы, в свое время, когда возникла острая необходимость в написании юни-тестов, прошерстил интернет в поисках готовых уже каких-то решений. Вот. И, собственно, ну ничего, подходящего специализированного чисто для юни-тестов такого компаратора найдено в тот момент не было. Вот. Единственное, что мы нашли, то есть это вот такое решение на Джая. И оно, в принципе, неплохое, как бы, но оно не совсем подходило, скажем так, и соответствовало нашим пожеланиям того, как мы хотели это видеть. И, соответственно, отсюда мы взяли, скажем так, родилась определенная идея, мы ее взяли и название. То есть это, в принципе, единственное, что связывает. Но ссылочка в презентации будет. Вы сможете, в принципе, посмотреть на реализацию джавы и сравнить ее с тем, что предлагаем мы. Итак, у нас была идея, было желание, мы решили, что на дотнете это, в принципе, можно сделать круче. Вот. И, собственно, наверное, поехали, посмотрим, что мы придумали. Так. Если говорить о создании компаратора. Компаратсный чейн предлагает делать это декларативно. Мы просто описываем, какие филды. Вот. Нам нужно сравнить. Я вам параллельно буду, в принципе, сейчас, как бы, расскажу вкратце, вот. А потом будем проходить по summary, и я покажу сразу на демо. Мы с вами, в принципе, проведем какой-то тестовый пример, который покажет, в принципе, все плюшки, которые уже реализованы, но и те, которые, в принципе, хотелось бы реализовать в будущем. Создание компаратора. Как видите, здесь просто перечисление property, вот, которые нужно сравнить, при том, что если поле какое-то не указано, то оно просто не участвует в сравнении, независимо от его значения в сравненных объектах. Есть возможность, то есть для вложенных каких-то полей присваивать себе какие-то кастомные компараторы, сравнивать коллекции, то есть если какая-то филда является коллекцией, и у вас есть реализованный внутренний компаратор для одного типа, для одного айтема, то, соответственно, можно всю коллекцию с помощью одного готового компаратора перебрать. Это мы, в принципе, тоже видим на демо. Ну и, в принципе, как вы видите, весь компаратор, он, в принципе, достаточно короткий и внятный по сравнению с тем, что можно было бы делать, имея стандартный подход. Если говорить о поиске того, в чем же отличие. Компаратор значения имеет очень удобный output, соответственно, который может показать все филды, которые не совпали, то есть вам вывести значение, он считает, например, количество элементов коллекции, если не совпадали, где null, где не null. Но это мы, в принципе, все увидим. Но output есть возможность выводить несколькими способами. Я, в принципе, люблю выводить через debug и outline, но можно просто выкидывать вместе с sr там. Сейчас это тоже, в принципе, будет видно. Итак, поехали. Первое. Создание компаратора. Сначала нырнем немножко в объект. Вот у меня есть объект, в котором есть определенные поля. И, собственно, у меня есть необходимость написать компаратор, который бы сравнивал эти поля, при том, что есть еще какие-то вложенные коллекции. Если использовать, например, тот, который у меня был до этого, то есть, в принципе, вот я вам его забыл показать, то есть это тот, который реализован стандартным способом. Есть, конечно, случаи, когда работает тима и, возможно, то есть ваш, там, используемый вами класс уже кто-то писал компаратор, то, в принципе, вот, вы становитесь таким лаки-гаем, и у вас есть что-то по типу такого, но что дальше с этим делать, я думаю, вы все знаете. Вопрос в том, что все равно в итоге внутри этих классов все равно все сводится опять к тому же, каким перебором, молчать, кому-то подобное. Сейчас мы посмотрим другой путь, так сказать, виток развития технологий. Я отсюда это отдал. Итак, начнем с верхушки. Первое. У меня есть составные части, то есть это класс Person, Office, Team, вот, ну и, в принципе, все. Итак, я захожу сюда и говорю, сначала создадим мы компаратора для класса Person. Назовем PersonCompare. Есть такой класс, который мы делали для построения компараторов, вот, и мы говорим, хочу создать для Person компаратора. Он говорит, да вот, это не вопрос. Дальше я просто перечисляю те поля, которые мне необходимо сравнивать. Перечисляю их просто в виде expression. Я говорю о том, что мне нужно сравнивать email. Сделаю классное нарушение режима по copy-paste. Вот. И дальше перечисляю. Мне нужно сравнивать first name, адрес, home, second name. Причем обратить внимание, что, на самом деле, адрес это поле составное. То есть это reference type. Смотрим его. Здесь открываем. То есть, по сути, в Person у меня есть уже ссылка на адрес. Вот. Эта же, типа, ссылка на этот же класс есть и в другом объекте, например, в офисе. Соответственно, желательно мне до того, как я буду описывать компаратора по person, но сделать еще описание компаратора для объекта адрес. Вот. И, в принципе, здесь скрапанно адрес. Вот. И система, в принципе, нам уже дает в удобном варианте перебор того, что нам необходимо сравнить, чтобы использовать эту компанию. код и, в принципе, имя. Ну и последний штрих – это, конечно, сбилдить это все дело. И так. То есть, в принципе, сейчас мы, по факту, сэкономили вот там if-else, порядка шести штук. Вот. А потом мы этот адрес компаратор используем для сравнения нашего home-адреса. В варианте, как использовать этот чуть по-другому, вот такую пришивку к составным полям. Вот. Но это у нас тоже, в принципе, на наших будущих планах. Вот. Мы чуть позже на этой слайде останавливаемся. Вот. И так. И в конце мы тоже это все дело делаем. Вот. И так. Мы создали для персона. Вот. Создали REST. А следующее у нас идет Office и Team. Я иду и говорю. И мы здесь говорим о том, что нам нужно Office. Адрес с использованием. Адрес с использованием. С второго компаратора. Возвращаем внимание, что при этом не создаются заново какие-то экземпляры объектов. Мы, в принципе, юзер будем постоянно один и тот же объект, что очень удобно с точки зрения производительности. Ну и пока мы весь все решение, все данное либо пытаемся поддерживать в духе потока безопасности для того, чтобы потом ее можно было ранить в нескольких потоках. с тестами там или вот. Использоваться будет, например, метичка сортировок там потом. Вот. Белый. Так. И так мы сделали Office.compara и Team.compara. И там тоже вроде немного падает. Да. И если мне не изменяет память, проект это тоже со стороны идти. Вернемся чуть выше, а созидим в project.compara, проект есть и теперь перечисленная наука. У нас есть имя проекта, его заказчик, delivery unit, ну в принципе все, можем делать. Так, ну в принципе вроде бы мы все создали, сейчас мы пишем последний компаратор, который мы, собственно, хотели иметь на выходе для нашего основного большого емкого объекта. Вот. И пишем, включаем. И здесь мы говорим о том, что у нас это NIPI хаб-кодер. Так, у него есть SersenInfo, вот, и мы здесь используем наш SersenCompara. Так. И дальше у нас есть… давайте мы сейчас… Сейчас три со стороны их поля, мне насколько попроще. Так. У нас есть Office, вот, и мы говорим о том, что это Office Comparer. Вот. Заметьте, система поддерживает, поскольку она два типа, она сразу вам покажет о том, что у вас типа стоит не только Comparer, и она там лучше подчеркивает, и будет говорить, там, крыть всеми известными словами. Так. Current Team. Мы говорим о том, что это Team Comparer. Вот. Соответственно, у нас еще есть такое поле, которое… Там простые, это ID, там Experience, по-моему, был. Experience. Вот. Какие-то простые поля. Так. У нас Team Comparer. А, Team Comparer сбилдели. Так. А… И у меня есть другое поле, которое коллекция говорит о том, какие предыдущие Teamы, собственно, посещал Маш. Вот. И… Previous Teams. Вот. Поэтому мы ему передадим о том, что в качестве Item Comparer необходимо использовать вот этот объект. Ну и, собственно, это первый объект. Вот. Ну и так, в принципе, то есть вы видите, как бы все описание для сложных типов. По-хорошему, если вы… у вас уже там какие-то есть, как я говорил, Lucky Guide, которые переписали за вас эти Comparer в предыдущих этапах, вы можете просто их реюзать. Вот. Для там среди каких-то конкретных целей. Ну и, видите, в принципе, даже для написания такого объекта тратится оно от силы, может, минут 8-10. Вот так. А… Теперь, для начала покажу… Я создал два объекта, то есть в таком хардкодном тоже стиле, которые сейчас, в принципе, чем-то отличаются, чем-то нет. Вот. И обычно, на первый взгляд, это не очень удобно отличать. Вот. Но зато это нам прекрасно покажет, как это все дело используется в линии тестов. У меня есть какой-то arrange, который дает нам expected. Вот. Класс. Вот. Есть какое-нибудь обращение к базе данных, к какому-то ресурсу, который дает нам actual. Ну и, в принципе, мы хотим в конце сравнить, как это все будет выглядеть. Так. Unit Test Sessions. Вот. Мы запускаем Unit Test. И посмотрим. Ну, вот, в принципе, он нам и говорит о том, что, то есть, поля не совпадают. И они, как бы, реально не совпадают. Все сделано для того, чтобы они не совпали. Но возникает сразу следующий вопрос. Как же, собственно, найти отличия? Вот. Вот. Переходим к output. Итак. Для того, чтобы, в принципе, вывести на выход, то есть, мы прикрутили, в данном случае, к нашей реализации, такую конструкцию, которая называется OnCompareFold. Вот. Это событие, в принципе, которое позволяет вам прицепить любой action и получить в качестве входа на этот action результат сравнения этих двух объектов. То есть, есть, например, вариант, как я говорил о том, что как я это делаю. например, здесь какой-то compareResult. Вот. И мы добавим debug. Debug. WriteLine. Вот. И здесь мы вводим compareResult. NotShowFold. Вот. Соответственно, система, она сейчас будет вводить. Либо, ну, как бы, на это в том случае, если вы здесь там делаете несколько ассертов. Если, в чем больше возвращаться, то можно, в принципе, сделать это вот еще веселее. то есть, сделать, чтобы, например, при компаринге оно сразу отваливалось. So. Вот таким. с презентатом. I mean. AssertFailedException. Ну, и здесь мы говорим compareResult. Св nya. Будем broach. Попаринг. И я еще перекриде neiR. Merчая паренетонт. r helloFold. Yeah. Это альтернативные варианты, я предпочитаю такой, ввиду его какой-то ясности, легкости написания. При этом у вас система, если вы используете такое, то она отвалится просто в месте сравнения. В принципе, сейчас мы посмотрим, как это выглядит на выходе в виде аутпута. Вот, ну и вот там, в принципе, система мне немножко развернул. А мне если надо где-то крупнее, то ребята, я там буду увлечивать. Ну, он, собственно, показывает мне о том, в каком поле, какие вложенные поля, где не совпали. Соответственно, вы можете сразу увидеть по фикси. Ну, по-прежнему, там проблема может казаться надуманной, когда это какие-то маленькие объекты, но вот на одном из наших действующих проектов мы для юнитестов сравнивали два объекта, которые, в принципе, в текстовом файле, их же лицом представления занимало 55 тысяч строк. Ну, и там что-то порядка 300 с половиной тысяч символов. Вот. И, соответственно, на тех объемах проблема окажется более чем реальная. Вот. Ну, и, в принципе, здесь мы можем как бы внимательно посмотреть о том, какие у нас поля, где они совпадают. Вот. И, соответственно, если у нас есть какие-то коллекции, система показывает в каком индексе, то есть для какого элемента, какие поля, то есть где они совпали. Соответственно, вы можете это быстро дело пофиксать и не тратить там много ценного времени. и теперь есть еще такая полезная плюшка, которая называется custom. Так, сейчас. в том случае, например, если у вас до некоторых, ну, по каким-то причинам, например, вот как здесь postal кодом, у меня в Диппетровске у нас есть общегородовой код, вот, почтовый индекс является, там, 49,00, если не ошибаюсь. Например, тот, который для района, там, 49,066. Ну, по-хорошему, ну, нам, там, с точки зрения почты, может быть даже все равно. И в таких случаях, например, даже для примитивных полей по типу строки, там, не знаю, цифры, вот. Особенно это очень удобно с даблами. То есть, когда у вас, там, с базы данных дабл приходит расчетный, например, и он, там, бесконечная какая-то дробь, соответственно, сколько бы вы ни указали, все равно два дабла у вас не совпадут, и часто необходимо написать какое-то компара или какое-то округление вписывать самостоятельно. Соответственно, система здесь тоже это поддерживает. Вот. Я сейчас ради эксперимента просто скопирую этот компарер и вставлю его с другой, который я использую в другом тесте. Сейчас я это покажу. Вот. Представим, что, то есть у меня где-то здесь адрес, вот, и мне postal code нужно сравнивать каким-то своим произвольным компарером. Это, ну, не обязательно должно быть реализация на компарер значения. Это может быть любой объект, который реализует iComparer of тип, который здесь приходит. Соответственно, вот, я здесь реализовал класс, вот, private, который сравнивает int3, ну, типа приводит их строки и говорит там, что если первые три значения, что индексы совпадают, то все окей, пропускает. Вот. Соответственно, я просто его пишу и здесь user. Обращаю внимание о том, что, опять же, то есть очень удобно, когда вы этот comparison chain создаете, например, один раз на инициализации тестового класса, где-нибудь, то есть на уровне field. Вот как бы здесь сделано. Соответственно, у вас там значительно вырастает performance с точки зрения того, что, типа, оно не билдится, а не строится регулярно. В принципе, все. Вот. Ну и, в принципе, теперь сейчас в этом тесте те же самые объекты, вот, но мы там, в принципе, не увидим из них ошибки в апостал-кодах. Сейчас я вам покажу о том, что здесь она присутствует. Вот она есть. Соответственно, когда я запущу следующий тест. Так. Жени. Вот. То есть ошибка в данном случае пропала. То есть, и, соответственно, это применимо к любому условию. По-хорошему, если там немного потанцевать, поиграться с чеймером, то можно сделать максимально гибкие под вас настройки, и, соответственно, система может использовать, например, повторно тот же самый чеймер, то есть посылая самого себя, какие-то там еще шлюки, все, что там позволит вашу фантазию. Вот. Это вот с точки зрения того, что система на текущий момент уже может. Ну и, соответственно, то есть если мы там пройдемся в целом, то помимо создания компаратора и чеков, вот, то, соответственно, по итогу вы имеете самое главное, то есть экономия времени, довольная, покрытая тестами, вот, клиент, ну и, соответственно, вы можете позволить себе что-то по типу такого. Что касательно следующих, будущих планов наших. Вот. Касательно этого, наверное, первое, то есть, оно, хотелось бы сразу сказать о том, что оно будет опенсорсное, вот, соответственно, у нас есть желание его прикрутить к и сделать так, чтобы можно было его, просто, именно через minigar package, вот, деплоить на приложение. Второе, хотелось бы сразу же делать какие-то коробочные ассет методы, которые бы просто позволяли, там, как-то привязывать или юзать компара, вот, ну, не вплетая его в код, вот, а именно используют как native. Custom property values output. Что это значит? Сейчас вам покажу. В принципе, как я говорил, вы можете всегда использовать свои custom comparer, как это сделано вот здесь. но система адекватно будет вам выводить вот такую структуру именно по деревьям, когда, то есть, вложена компара, это компара с анчей. То есть, она по нему собирает коллекцию не отдавшихся результатов, как-то формирует из них вывод. Соответственно, то есть, у нас есть такая картинка. Если же вы используете какой-то свой, абсолютно, там, произвольный postal-код компара, например, мы сейчас возьмем и в этих объектах исключим какие-то значения. Вот. Но даже при этом она, по-моему, здесь выведет. В общем, если мы берем сложный объект, то есть, вы для него написали свой comparer или использовали чужой, то система вам может вывести просто описание, когда будет показывать о том, что данный объект не совпадает, она вам просто выведет квалификационное имя объекта. То есть, она покажет, что это объект такого-то типа, и это объект такого-то типа. Они там не совпадают. Ну, а дальше, то есть, вам уже, по крайней мере, она сужает место для поиска, там, место для творчества, и вы можете дальше использовать собственный comparer, смотреть, что же там не совпадает. В будущих планах есть желание прикрутить так, чтобы вы, например, даже для таких случаев, когда вы используете собственные comparer, могли в одном системе прикладывать свой вывод output, например, который бы позволил вам, там, для собственного компаратора, вывести сообщение в более вмятном, более меняемом виде. Автоматик creation. Что под этим проразмевается? На текущий момент, как вы видели, мы там потратили определенное время для описания, там, перечисленного всех полей. Но есть желание сэкономить и его. В принципе, используя механизм рефлексии, и желательно, ну, возможно, не рефлексии. То есть, как мы еще в эту сторону просто больше думаем, чем делаем. И, поскольку есть, если мы более приоритетные по данному списку задачи, то мы хотим сделать так, чтобы, например, comparer создавался полностью. Мы просто могли, там, перечислить поля, которые, например, не использовать, либо просто сказать «сбилди сам себя», и он там прошелся по всем объектам и рекурсивно как-то собрал, построил comparer. Еще есть такая проблема, как рекурсивные вот ссылки. В том случае, когда даже вы сами пишите comparer, если у вас, например, два объекта ссылаются друг на друга, вот, и вы написали какие-то внешние методы или компараторы, которых проверяют, то есть шансы того, что у вас система просто зайдет бесконечным тыком, и, соответственно, full stack будет дополнен, будет stack overflow и, в общем, все схожи с этой неприятностью. Ну, в принципе, есть пожелания и мысли о том, как это можно делать, вот, захендлить в данном решении, ну, соответственно, облегчить и в конечном цели, например, реализовать какие-то известные там интересные паттерны, в том числе один из тех, который у нас сейчас, ну, или для вас, и есть пожелания типа термокомпозит, вот, у него там нет рекурсивных ссылок, вот, но система там построена таким образом, что компараты нужно находить в рантайме, вот, ну, и есть определенная сложность, соответственно, у нас есть пожелания какие-то, вот, это сделать. Ну, и, конечно же, мы, все-таки, нам интересно мнение публике, в плане того, какие, возможно, у вас есть проблемы, есть идеи, как можно улучшить или как можно применить, соответственно, это все можно было бы реализовать. В принципе, я думаю, если не сейчас, то есть, может, у кого-то есть какие-то соображения, вот, сейчас он выучит, какой-то диалог будет интересный, возможно, у кого-то есть какие-то примеры готовых решений или чего-то такого, чтобы, можно было бы посмотреть, что-то перенять и, вот, взять на замер. Дима, привет, спасибо большое. Спасибо за рассказом. Интересно, вот такой вот вопрос. Да. По поводу, сравнивали мы с какими-то существующими решениями, подошли они вам или нет для сравнения объектов? Ну, когда мы общались с Сергеем, то есть, до того, как мы, там, полноценно нырнули в написании это все дело, да, то есть, Сергей промониторил, в частности, автомаперы, вот, которые есть, как бы, их способности. Я, как бы, больше именно занимался, непосредственно, этим решением и отдельно сам полусилами монитора, вот, я, там, взял себе идею только, вот, бывает, посадил в себя, идею посеял, вот, и начал крутиться вокруг этого, но, в принципе, я думаю, что Сергей больше может, там, ответить, он сейчас как раз онлайн, то есть, возможно, он что-то там по монитору больше у него есть, информация, кстати, на того, какие решения существующие есть и их ограничения. Ну, я, в принципе, в том-то дело, что я ничего такого не нашел, да, что хоть как-то что-то могло упростить процесс создания компаржеров, да, поэтому, вот, и родился еще один велосипед. Угу, я понял, супер, спасибо, Сергей. Тогда вопрос, а как с коллекциями быть? Смотри, первое, что, то есть, хотелось бы сразу отметить, что ту версию, которую я вам сейчас показываю, она не совсем первая, то есть, только у нас, мы некоторые версии уже гоняли на реальных проектах, и в тех версиях нам просто не очень нравилось, как мы там сразу делали архитектуру, и поэтому мы там ее немного сейчас перекраиваем, и в ней уже в той версии, которая была уже реализована так, что, например, вы записываете вот такой компарж для элементов, вот, и система сама, типа, там вызываешь просто метод, сделай мне такой же компарж для коллекции, и она точно такой же билдит на основе такого, возвращает объект, который умеет сравнивать animable of, типа, данного типа, ну, в данном случае, хардкодер, вот, и, соответственно, его можно использовать как компара для коллекций, вот, я думаю, что, ну, там я дальше покажу ссылку на Bitbucket, вот, и как там можно, вот, принять участие в этом всем процессе, я там в ближайшее время докручу, то есть я перенесу какие-то решения уже просто в оптимизированную архитектуру, перенесу до коллекции, вот, и я думаю, что в ближайшее время появится и это, да. Хорошо, а вот еще вопрос, с private полями приходилось сталкиваться, чтобы их сравнивать, например, какие-то там или property, или field? Ну, получается, как бы, поскольку механизм не использует рефлексию, вот, то в данном случае легального способа достучаться до private полей, кроме как, если используются там property, доступа к ним, то нету, то здесь все, что мы используем, это все должны быть какие-то либо интерну, либо паблик поля, то есть, в том числе, если, ну, как бы, если я использую исходный код, получается, как проект в решении, то, соответственно, я там могу еще интерну, а так, в основном, конечно же, да, это будет какой-то интерфейс, интерфейс доступа, который предоставляется своим классам, поэтому справим полями только через рефлексию и пока это не сопоставим. И последний такой вопрос, сейчас только для классов можно делать? Нет, нет. Система режима, да, да. Смотрите, мы во всем приложении, то есть на текущий момент, по крайней мере, я могу гарантировать, что мы везде, где можно, там, избегали боксинга, то есть, я, Игорь, помню, одну из последних твоих лекций, в частности, там, где используется стринг-формат, и я там прошелся по приложению, даже где у нас используется, там, стринг-формат, использование, там, индексов, например, Intel, вот, то я точно так же, то есть, записал там ту стринг в обход решартера, и… Не-не-не, вопрос, это не по перфомансу, потому что могу я для этой структуры, например, сделать компарер. Да-да-да. И, соответственно, в чене реализован тот же самый принцип. То есть, система, когда вы начинаете ее билдить, она, исходя из переданного типа, как мы сможем показать архитектуру, вот, если мы, по крайней мере… Да, конечно, интересно. Спасибо большое. Вот. Сейчас, секундочку. То есть, когда мы начинаем ее билдить, то есть, в принципе, система создает у нас comparison chain, и если я провалюсь его конструктор, то здесь есть такая штука – need null check. То есть, когда мы ее параметризируем типом, система один раз при создании, вот, разобряется, потом появляется данный тип. Вот. Ссылочным типом, ну, либо, в данном случае, структурой с nullable, и необходима проверка null. Соответственно, если эта структура, то система будет просто проверять, например… Вот. То есть, она, если это какой-то класс, или она там сравнивает с нулами, а если же эта структура прошла, то она просто сравнивает поля, которые вы передали. То есть, по сути, каждое описание вот этой property, то есть, она создает некий внутренний объект, который хранит в себе вот этот expression, который, по сути, представляет путь к property. Потому что, ну, мне ничего не мешает, если я напишу какой-то внутренний метод, который возвращает, там, не знаю, какое-то значение, вот, куда-то достает из интернета, там, произвольное, любое. То есть, я здесь с таким же успехом могу написать вот так вот, и она все равно будет работать. С теми абсолютно все равно. То есть, ей я передаю путь, вот, и если есть, если необходимо, какой-то custom comparison. Вот. А класс это или структура, ей абсолютно все равно. То есть, я просто, это просто набор, именно, цепочка вызовов. То есть, по-другому это называется, цепочка вызовов, там, цепочка сравнений, и она их по цепочке проходит и каждый раз сравнивает для каждого объекта. Вот. Ну, и, соответственно, мы здесь внутри реализовали базовые классы, базовые функции, которые необходимы для того, чтобы пользователю было удобно вводить, не надо было там учиться с указанием типа, а не параметризировать метод. Ну, и здесь самые простые. То есть, для единичных объектов и для полей, которые являются либо массивами, либо какими-то коллекциями. Ну, и дальше система уже все подхватывает и работает. Вот здесь, кстати, видите, тут уже такие наброски, но еще не реализовано. Вот. Я просто сейчас не в main-ветке, вот на битбакете, а в своей. Здесь будет возможность привязать, например, как в нашем случае, когда мы говорим о тест-экзамбле нашем, у меня есть, например, адрес, который используется как в офисе, так и, например, в персоне. То есть, например, его домашний адрес, а в офисе рабочий адрес. С помощью этой функции мы будем, говоря, регистрировать компара для определенного типа в самом чейне, и, соответственно, система будет его при создании использовать, и мы просто избежим вот такого действия. сделаем вот как-то так. Вот. Когда у меня будет создаваться, мы будем говорить там, share это компара. Вот. И говорить о том, что для там какого-то типа. Вот. Ну, в данном случае, например, где там наш адрес. Вот. Система будет понимать, что для типа адрес, то есть, вот, она будет использовать вот этот компара. Ну, это таким образом, например, для сложных объектов или для композитов очень удобно будет зарегистрировать, например, только используемые типы в одном месте, а система их будет подбирать. Но пока, к сожалению, то есть, это только в стадии разработки. Вот. Сколько, то есть, это делать, в принципе, в свободное время, и кто больше держится на инициативе. Вот. Вот. Выглядит круто. А еще такой вопрос. Есть ли такая фича, например, мне нужно сравнивать, ну, вот, объекты, и достаточно, если там первая property не равна, то заканчивать сравнение и не строить все дерево, какие еще сразу там не равны. Да. Так же самое, то есть, это, ну, я могу сейчас в принципе открыть. В предыдущем решении, да, мы сделали, как бы, такое событие, которое называлось, типа, set on first fold on, что-то такое, то есть, и оно просто в момент первого отваливания, то есть, когда в comparison chain идет, например, вот здесь сравнение, вот, оно просто обхватывало, что только вот здесь, там, при первом несовпадении, оно видело о том, что, типа, где-то что-то не совпало, оно просто вызывало событие, которое, вот, прерывало все это дело, вот, и, соответственно, останавливалось. Ну, и при этом, опять же, вызывало вот этот on compare hold, вот, и выводило, какое я понял, совпало. То есть, тоже в ближайшее время будет, вот, все, в принципе, можно будет увидеть на source, я думаю, в ближайшем буквально неделю-полторы, вот, все. Все, как бы, такое уже было, да, то есть идеи, если есть какие-то еще, то было бы очень круто вот их увидеть. Так. Ну, как спасибо большое. Ну, ну, guys, кто-нибудь еще? Ну, возможно, какие-то вопросы, я не знаю, по реализации, по желанию. Дим, если вам будет нужна помощь, можете меня, это, это Игорь Хисенко по NuGet Deployment. Да, я по голосу узнал, да, я постоянно смотрю на голову твои вопросы. Вот, можно дергать, то есть по NuGet Deployment, как автоматизировать, как это на CI, на open source настроить, есть опыт, в принципе, пожалуйста, буду рад помочь. Раз мы пришли, собственно, к помощи, вот, как бы, очень слайд, который в тему. Здесь есть, собственно, ссылка на ящик Сергея и на мой, вот. В принципе, вы можете досмотрите наши координаты, но в частности, в презентах я когда-то могу мою рассылать. Ссылка на Bitbucket, вот, мы рады всем желающим идей, там, чем больше ревьюера, возможно, просто есть определенные, даже на текущий момент, есть, там, в текущей архитектуре есть какие-то, у меня, там, в Африке я иногда не могу, там, вот, перестроить, так как мне это хотелось бы видеть. И я думаю, что, чем больше ревьюеров, там, тем больше будет идей, как это делать качественно. и, соответственно, всем существенно облегчить жизнь. Вот. Ну, в принципе, я хочу, думаю, что вопросов не сильно много. Да, 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 да. Есть вопрос от Олега? Да, 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 да. Ну, говорите, говорите. Ну, слушай, слушай. Кто-то еще хотел задать? Ну, Олега просто на слуху, да. У меня вопрос, то есть сейчас он только фактически Equality реализует проверку, да? То есть то, что Equality либо, если нужно проверить неравенство, тогда нужно Custom Comparer прикручивать. На текущий момент оно использует, то есть iCompare, соответственно, возвращает Int. То есть оно не совсем как Equality используется, а Int, в принципе, его можно использовать для сортировок и сравнение, например, совпадает или не совпадает, это, по сути, приводится к сравнению с 0. Если 0, то объекты совпадают. А если 1 или минус 1, то не совпадают. Но тут рождается как бы другая сложность, например, когда у меня есть два объекта, и у них оба поля не совпадают. Поэтому, например, одно, там писали двойнтовых поле, в одном, например, 5, а в другом 7. А потом в другом поле идет обратная ситуация, когда в одном объекте поле меньше, а во втором больше. Поняли? То есть тяжело определить, например, является один объект больше другого или нет. То есть тут можно просто сказать о том, что они не равны, то есть значение, что просто поля в разную сторону как-то изготовлены. И я по-хорошему просто возвращаю значение отличное от нуля, но к единому решению, то есть я, по крайней мере, не могу прийти. Возможно, есть какое-то соображение. Так можно было бы сделать так, что когда у нас два объекта с какими-то примитивными полями, при этом многие из этих полей больше-меньше в разную сторону, а не так, что, например, стабильно один объект, но внутренние поля больше, чем другой. То я рад буду услышать, потому что я стараюсь об этом не думать. А так, ну не знаю, ответил или не ответил Олег на вопрос, но в принципе да, сейчас себя в зону. Тут какие можно превращать им, и сравнение с нулем дает понятие равенства. Ну, мне показалось просто, что ты везде сравниваешь не равно, и возвращаешь единицу. Ну, то есть, фактически у тебя два значения на данный момент возвращаются. Ноль, либо единица, да? Нет, сейчас покажу. Нет, в принципе, то есть если мы говорим о ассендул айтеме, то если мы используем базовый объект, то есть какие-то именно из CTS, то есть это и МТ, и даблы, то мы не используем собственного компакта. То есть есть в системе встроенные компары, и для того, чтобы его получить, я просто на провайдере вызываю такую волшебную функцию, которая… вот, сейчас покажу, возможно, кто знает. Так, все. Где Default компара? Вот она… Здесь можно параметризировать типом, и, соответственно, там внутри реализация идет своя, то есть та, которая заложена в самой системе. То есть идет Default компара для примитивных объектов. И вот что он вернет мне для примитивного типа, то я использую. В том случае, если, например, у меня это коллекции. То есть с коллекциями, ну, в общем, у меня все просто. То есть если я вижу о том, что у меня в одной коллекции больше элементов, а в другой меньше, вот, то я, соответственно, возвращаю направление. То есть я говорю, что, например, у меня коллекция x null, вот, а вторая не null. Соответственно, я уже подразумеваю, что во второй коллекции больше элементов, чем в первой. Возвращаю минус один. Вот. Ну, так как бы, есть. Я везде, где это, скажем так, для меня было очевидно, то есть я включил разделение, то есть больше и меньше. Вот. Но, к сожалению, то есть внятного понимания и, кроме как посчитать, не знаю, биты в памяти, сколько занимает объект и понять разницу, какой из них больше, какой меньше, я, к сожалению, не могу. Вот. Поэтому нет. Нет. Не везде один и минус один. Не везде единичка, а один минус один. Вот. В зависимости от того, где это можно вставить. Вот. Ну, а для примитивных типов там сама система возвращает мне нужное значение. Не. Ясно. Спасибо. Итак, Женя, я думаю, все, наверное, идти кущему нет. Вот. Ребят, у нас есть еще вопросы к Диме? Окей. Если нет, то, Дима, спасибо большое тебе за сегодняшнюю презентацию. Я выложу сегодня видео. Вот. И фуллап и еще раз напомню вам про то, что рассказывал в новостях. Вот. Всем хорошего дня. Всем пока. Спасибо большое. Всем пока. Спасибо большое. Продолжение следует...